Приветствую вас, друзья! Предлагаю вам поговорить о проблемах, слабых местах и достоинствах Toyota Corolla. Давайте разбираться, как избежать больших затрат на эксплуатацию и на что смотреть при покупке. Для начала несколько цифр, из которых, быть может, станет кое-что понятно об этой модели. Поскольку многие автомобили из нашего отчетного периода еще на гарантии, следует учесть, что техобслуживание на Corolla необходимо проходить каждые 15 тысяч километров, либо раз в год. Масло в моторе и его фильтр меняются каждые 15 тысяч километров, а свечи – каждые 90 тысяч километров. Раз в 30 тысяч километров требует замены воздушный фильтр, а топливный – раз в 75 тысяч километров. Любопытно, что гарантия от сквозной коррозии, достигающая у некоторых марок 12 лет, здесь действует лишь на срок заводской гарантии – 3 года или 100 тысяч километров пробега. Стоит задуматься. Тем более, что вопросы к лакокрасочному покрытию, выполненному на основе экологичной краски на водной основе, у владельцев машин, если верить интернет-формам, начинают появляться. И это несмотря на кузов из оцинкованной стали. Есть вопросы и по герметичности кузова. Его капризы сводятся к слабой гидроизоляции внутренних полостей, подкапотного пространства, полостей дверей, багажника. Зимой попавшая туда влага случается замерзает. Зато к двигателям претензий практически нет. Тут статус-кво сохранен. Нам предлагали три атмосферных бензиновых агрегата мощностью 99, 122 и 140 лошадиных сил, объемом соответственно 1,33, 1,6 и 1,8 литра. Все моторы довольно экономичны и пока лояльны к потреблению масла. Цепь в приводе ГРМ рассчитана на пробег в 250 тысяч километров. Диагностика на 150 тысячах. Отмечены проблемы при запуске в мороз, особенно для машин с механикой, где не до конца может быть выжато сцепление во время пуска, а возможность его регулировки отсутствует. Коробок передач у Короллы две штуки, шестиступенчатая механика и вариатор. К обеим особенных претензий пока нет. Негативной статистики не набежала. У механики разве что поскрипывает педаль сцепления, ее нужно периодически смазывать. Само сцепление по нынешним временам выхаживает сравнительно скромно, по 70-90 тысяч километров, а стоимость его замены с запчастями порядка 500 долларов. Подвеску обычно хвалят. Комфортная и энергоемкая, обеспечивает к тому же неплохую управляемость и курсовую устойчивость. Если снизу и появится какой-то раздражающий звук, то лишь звук от дороги и шин. Дополнительную шумоизоляцию колесных арок рекомендуют многие владельцы. Но если эта проблема решаемая, то с постукивающими тормозными суппортами, к сожалению, ничего не поделаешь. Их можно смазывать или менять, но тук-тук всегда возвращается. Не стоит удивляться, если будучи активным пилотом, вы обнаружите, что ресурс передних колодок и тормозных дисков как-то подозрительно сопоставим. Были случаи замены всего комплекта через 30 тысяч километров. На электрику серьезных жалоб нет. Из наиболее системных можно выделить недовольство акустикой, ее звук не нравится никому. Несколько реже можно наткнуться на информацию о глючных боковых зеркалах. После мойки в мороз они теряют верное положение и складываются вперед против входа автомобиля. Вернуть их прежним настройкам удается не всем. Словом, Toyota Corolla 11-го поколения утратила былую славу неубиваемого автомобиля беспрецедентного качества. Рядом с конкурентами она, быть может, еще ого-го, но в сравнении с самой собой прежней, увы, сдает позиции и проседает. Что же касается наиболее оптимальной версии, то таковой нам видится машина в продвинутой комплектации Style со средним 1,6 литровым мотором и шестиступенчатой механической коробкой передач. Жить с механикой, знаете ли, всегда спокойней, особенно когда в качестве альтернативы лишь вариатор. Подвеска. Ходовая часть, поставляемых в Украину машин, получила усиленную подвеску без слабых мест. Чаще прочих деталей менять придется стойки и втулки стабилизатора, аж каждые 80 тысяч километров. Цифра показательная. На высокой скорости, выше разрешенной, подвеска у Короллы имеет обыкновение постукивать. Но и это не поломка, а очередная особенность. Трансмиссия. У вариатора Multidrive S отмечена особенность тупить после пробуксовки. Иными словами, тяга не возвращается несколько секунд. Поломкой или браком это не считается. Таков его алгоритм. Кстати, в спортивном режиме провалов тяги нет. В руководстве по эксплуатации написано, что вариатор в обслуживании не нуждается. Двигатель. Владельцами были отмечены небольшой ресурс датчиков расхода воздуха и температуры охлаждающей жидкости, которые в среднем служат по 60 тысяч километров. Проблемы с моторами редки, а их ресурс порядка 250 тысяч километров. Увы, двигатели серии ZR не ремонтопригодны. Блок можно использовать только один раз, так как он из алюминия, по традиции без ремонтных размеров, со всеми вытекающими последствиями. Кузов. Двери и крышка багажника закрываются не слишком легко. Нужно усилие. Внутрь дверей по стеклу может попасть влага, где она и замерзает, полностью или частично блокируя механизмы замков или стеклоподъемников. Подмерзает и крышка багажника, а точнее тросик его дистанционного открывания. Главный симптом – крышку открыл, а закрыть уже не выходит. Салон. Обидно, но добротности тут стало меньше прежнего. Многим владельцам не нравятся зазоры, следствием которых становятся сверчки. Главные источники шума – козырек панели приборов, сама панель, плафон освещения на потолке и дребезжащие опущенные стекла. Кстати, плафон собирает конденсат из-под крыши автомобиля. Сидение удобный, места хватает. Ткань обивки быстро пачкается. Очищается, впрочем, она тоже без труда. Ну а если вы являетесь владельцем Toyota Corolla, то, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно ваш отзыв поможет зрителям при выборе машины. На этом у меня все. Всем большое спасибо за внимание. Буду вам очень благодарен, если подпишетесь на канал. До скорых встреч!